Здравствуйте! Это снова канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Короче, сегодня у нас будет, видимо, последняя серия второго сезона, потому что, ну, события так вот быстро. Идут. Короче, направляемся к Соломону Ричардсу. Что мы вообще сегодня будем делать? Будет миссия с Соломоном Ричардсом там, потом должна быть миссия, после которой должен был, должен завершиться второй сезон. Такой вот коротенький, всего шесть серий. Ну, ничего. Надеюсь, за сезон всё равно сгодится. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Едем к Соломону. Так, давайте точку поставим. Он недалеко совсем. И, собственно, знаменитый кинорежиссёр. Блин, офигенные тачки. Отлично. Здравствуйте. Заходите, заходите. Вы, наверное, Майкл? Да. Раньше у меня было три секретарша. А теперь я сам себе кодиваю и сам себя уважаю. Видишь, идут корабли, но за стенами его в безопасности. Нельсон в Днеополе. Плутон, гад, я же просил Марс. Причь Ориона? Два. Дэвин Уэстон говорил, что вы фанат. Да, страшный фанат. Майкл, скажите, Дэвин Уэстон, он хочет, чтобы вы меня убрали? Вовсе нет. Он сказал, что вы уходите на покой, и перед этим вам нужна помощь о работе с людьми. Майкл, на покой уходят только кретины. Они с моим сынком хотят меня убрать. И построить тут коммунизм, парк развлечений и что-то вы... Или что-то вы... Ну, ведь здесь фабрика. Может быть, тут другие угрозы. Но иногда я их понимаю. Знаете, короче, как говорится, никогда не работай с детьми и с животными. Ну вот, я хочу продолжить. Никогда не работай с режиссерами и актерами. Этот фильм меня убьет. А о чем он? Идеальный проект. Действие происходит в Liberty City. Катастрофа. Все снимается перед зеленым экраном. Мы уберем финансовый... Мы берем финансовый кризис и сводим его в комитетную конфликту. Между двумя и япи. И там полно тренировочного монтажа. И в чем проблема? Милтон Макеллой. Я дал ему вторую главную роль, поэтому дешевый актер. И никакого, кстати, таланта. А вот у него есть новый агент Рокко Пелоси. Он приставал к нам с требованием пересмотреть контракт. А теперь он задержал до сих пор, пока не получит гонал. Черт, да, похоже, была бы, если бы не режиссер хотел снимать. Антон Макеллой. Вы так протокол слышали? Идеальный удивительный. У него нервный слиф, он сейчас, наверное, обусленно в какой-нибудь дыре сидит. Короче, похоже, у вас есть новый ассистент. Ублажать вас я, конечно, не буду. Я практически вас уже полюбил. Мою машину перепарковали уже. Рокко Пелоси. Это один из злодеев GTA 4 Баллада Гейтони, по-моему. Черт, а. Куда нам ехать-то надо? Да, ехать далековато, но тем не менее. Короче говоря. Меня просит Детройт снимать. Говорят, что очень мне нравится. Опа. Алло. Соломон, я тут как раз занят этой штуковиной. Я вспомнил из-за волнения и упустил кое-какие детали. Да, это было очевидно. Вы хотите, чтобы этого Пелоси замочили? Не, 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 конечно нет. Это вариант? Плохая мысль. Никого мочить не надо, просто научите его хорошему мне. Верите ли он имеет большое влияние на моего режиссера? Проучите засранцы и верните талант на съемочную площадку. В идеале настроены на сотрудничество. Я попробую что-нибудь сделать. Они все будут в клубе? Говорят, что это не клуб, а скорее гадюшник там. Антон и Милтон должны быть. А Пелоси должен подобрать и отвезти к адвокату контракт подписать. Если он узнает, что в клуб подправляет человек с студией, он быстрее их оттуда гуглит. Ладно, я буду действовать тихо. Увидимся на съемках. О, блин. И че, машина сама по себе всегда чинится. И личные, собственные. О, блин. Ну, еще одна тачка. Из GTA IV маленькая. И как она сюда попала-то? На сообщении что... А. Это все... Да, ничего интересного в сообщениях нет. Из иммунации сообщения. Мол, поступил новый вид оружия. Все такое. Ничего интересного с сюжетом не связано. Субтитры создавал DimaTorzok Джентльмены, посмотрите-ка на это. Что скажете? Это будет настоящий электронный рай. С шипучкой в бутылках. И силиконовыми сами знаете чего. Это будущее, Пелоси Интертеймент. Дайте мне минуточку, ладно? Надо кое-зачем зайти. Жанни, мы почти взяли клуб. Наконец-то мы можем действовать. Позаботься о них, ладно? Доброе утро! Вы видели в фильме, да? Да, это тот, кто скандал. Я думаю, что этот парень так скандал. Он хочет сделать двое. Ты знаешь, возьмите деньги и возьмите этот день рейтинг. Пожалуйста, не... Блин, наверное, стрелять не нужно было. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. А, вот где можно забраться. Он хочет сделать двое. Ты знаешь, возьмите деньги и возьмите деньги в компрессию. Мы не обидели правила правила. Мы не обидели правила правила. Блин, я не могу перепрыгнуть, чтобы его вырубить. Ужик-призис. Ужик-призис. РАК КОНЕЦ-ОМОТХНОК Вот так-то. Надо было сразу сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джентельмены, экскурсия закончилась. Вы возвращаетесь на съемочную площадку. Стариком, ты что, потерялся? Это кто вообще такой? Эй! Оказалось, что ребята просто обожают свекант-таракты. Так что они вернутся на площадку вместе со мной? Посмотри на этого козла! Не надо, я с ним сейчас разберусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, мы заключим новый договор. Оставь моих людей в покое. А я не буду скидывать тебя из этой крыши. Да-да-да, конечно-конечно. Ладно, ладно, все. Возвращаемся на площадку, ребята. Постой. Ты не можешь запугать мобилю. Но людей искусствую запугать нельзя. Съемки начнутся. Я сейчас сделаю из-за вас паникеров. Развивайте максимальную скорость, прилетайте над мостами. Не надо лететь так быстро, пожалуйста. Я сейчас вас покачаю. Вот так вот. Хватит. Ладно, я сделаю этот фильм из-за гонорара. Я сделаю все, что захочешь. Только перестань. Наконец-то выпрошу себя, и я теперь отвезу вас в судьбу. Милтон, кажется, ты должен извиниться перед мистером Ричардсом. За те деньги, что он мне платит? Извини, а то он должен. Прямо линейный игру бы не совсем хорошо сыграл. Тебе повезло, что ты вообще работаешь. Я художник. Не, шути ты. Ты попросишь прощения, а? Когда увидишь Соломона, скажешь извините за ненаразумение, сэр. Всегда будешь благодарен ему за те возможности, что он тебе предоставил. Я просто хотел добиться условий получше. Куда же мне посадить эту штуковину? Когда на студию прилетал до ВМВС, он воспользовался тем бассейном. Соломон вас ждет. Слушай, я взволноваю. Может быть, я позвоню с ним, ребята? О, какой чудесный сюрприз. Антон! Я знаю, ты ведь художник. А этот сценарий искусства в чистом виде. Привитивное и полное клише. Куча говна. Из которой ты сделаешь сказку. Давай, соберись. Так, Соломон, тут Милтон хочет кое-что сказать мне. Давай, говори. Я просто хочу сказать... Извините за воскрешение и непонимание, сэр. Я благодарен. Благодарен. За все возможности, которые он мне предоставил. Оу, конечно! Майкл, что там сказать? У вас просто талант. Я люблю вас. Спасибо за аккомпанемент. Боюсь показаться... Но я могу к вам обратиться. На этом проекте, похоже, лежит проклятие. Мне нужен помощник продюсера. Я бы с удовольствием. Мы еще поговорим. Мне пора. Ну, да. Да. О, Мартель Мандраса. Здравствуйте. Как продвигается ремонт? Хорошо. Мне нужно с тобой поедаться. Приезжай на лап 4 меса на мое ранчо и захвати с собой мистера Клинтона. Франклина? Я его сразу не знаю. Не хочу его втягивать в это дело. Тебе понадобится еще пара рук. Но есть один парень, Тревор Филлипс. Мы с ним партнеры. Ладно. Мои люди с ним свяжутся. Мартель Мандраса. Тот самый, который был в третьей серии первого сезона. Мы разрушили дом его любовницы. И потом грабили ювелирный магазин для того, чтобы отдать долги свои. Ну что ж. Где он там живет? Здесь. Такси. Мне нужен такси, как можно быстрее. Не вопрос, такси подъедет через пару минут. С гордостью объявляем о новом пополнении товара. Пистоль уже в продаже. Пистоль? Пистоль это классная вещь. Пистоль это реально классная вещь. Давайте-ка. Давайте-ка съездим за ней. Пистоль это вообще офигенная вещица. Пистолет одноразовый, зато очень круто стреляет. Он очень мощный. Очень пригодится. Садись. Алло. В амунацию давай. Блин, опять интернет тухнет. Дыра, зараза, интернет опять потух. Ладно, сейчас. Так, и здесь. Сейчас интернет должен восстановиться. Вечно я закрываю двери и прижимаю его этим. Сколько у меня вообще бабок? Бабок-то у меня миллион. Это очень хорошо. Вот он, пистоль. Я возьму его, пожалуй. Патронов у него много. Расцветка. А пусть останется такая, какая и есть. Бомбы-липучек у нас сколько? Одна. А, нету пока. Возьмем 15 штук. Гранаты, думаю, не пригодятся. Вот этот прикольная вещь. А, всё. Мачете, молоток. Господи, сколько тут всяких этих. Мини-игранатомёт. Мушкет. Мушкет-то как пистоль, похоже очень. РПГ тоже классная вещь. Нам она вряд ли понадобится пока. Ну и, наверное, всё. Больше ничего нам не надо. Теперь снова вызываем такси и едем уже к Мартину Мадрассе. Пришлите такси ещё раз. Да, конечно, машина уже едет. Короче, теперь едем к Мадрассе. Предлагает работу. Надеюсь, он щедро заплатит за неё. Пистоль у нас вот в этом секторе помечается. Он на один раз стреляет и перезаряжается после этого. Каждый раз. Но пистолет очень мощный. Он и далеко стреляет. Одним выстрелом можно убить кого захочешь. Едем на ранчо. Здравствуйте. В той точке, которая у тебя на мониторе была. Ох, ё-моё. Куда ж такие круги-то делаешь? Фух, Треворта здесь? А, вход здесь? Что это? Ну, ты сказал, что тебе нужна работа. А вот работа. Ага. А кто этот парень? Увидишь. Да. Ого. Ого. Привет. Нам нужен мистер Мадрасс. Патриция, а ну впусти их. Сюда, джентльмэн. Сюда, джентльмэн. Ооо. Патриция, ну-ка принеси нам выпить. Быстрее. Рад тебя снова видеть, Майкл. Аналогично, конечно. А это мой друг Тревор. Ооо, садитесь. Садитесь, 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 садитесь. Что ты ему рассказал обо мне? Мартине Мандрасе. Тревор. Мартин мой старый друг. Мартин. Страшный психопат, который меня пытался убить. Да, точно. Но люди боятся меня уже не так, как раньше. Мои близкие. Мой двоюродный брат. Майкл, ты знаешь его? Похоже, он собирается дать показания против меня. Так и поручи кому-нибудь убить. Ну, я, собственно, так и сделаю. Я поручу это тебе. Мы уже давно в расчете. Ноу, окажи услугу. Как другу. Ты же сам сказал. Или в нашей дружбе уже ничего нет? Ээээээ. В чем дело? Вот. Вот так вот он выглядит. Хавьер. Сегодня он вылетает из Либертизидии. С моими файлами. И с обидными файлами, которые я хочу вернуть. На холмах у нас приперятана пушка. Мой человек следит за тем, что происходит в аэропорту. Мы будем держать вас в курсе. Когда он будет пролетать мимо, сбейте его и заберите файлы. Ну, я в деле. И сколько заплатят? Ааа. Главный тебе, Тревор. Выбить хотите? Не сейчас, тупица. Не видишь, я разговариваю. Возьми машину и что-нибудь универсальное. Я займусь оружием. Ну, как скажешь. Будем держать связь по радио. О чем? Мне никакой тачки даже нет. Ладно, сейчас придется какую-нибудь тачку подхватить тогда. О, птичка. Отлично. Так себе тачка. Возьму ее себе. Вид изнутри так себе, конечно. Только ручки, из которых дверь открываешь, как-то писаны. Так стоят, что дверь не открою. Майк-то здесь? Я позаимствовал мотоциклу у какого-то там бедолаги. Я еще не в ассерватории. Двигай в ту сторону. Я знаю, почему ты отвез меня в дом того парня. Я все понял. Что понял? Что он псих? И у тебя с ним много общего? Что за дела? Мы должны могу работать. Стоп. Алло. Отлично. Мы никому ничего не должны. Но я тебя понял. Прекрасно. Ты о чем вообще говоришь? Про всю эту ацетскую хрень и эти артфактыки. Статуя плодородия. И что там еще у этого парня, короче, не стоит, а? На них можно легко срубить 2-3 миллиона. Но мы не собираемся его гравить. По деньгам мы тоже не договорились, я смотрю. Ладно, парень не бедствует. Это значит, что мы его гравим? Это не значит вообще, что мы его гравим. Это значит, что он поможет заплатить тем, кто поможет ему. Да придет время, он сам сделает правильный выбор. А если нет, то я сам разберусь. Но такие жены бывают только у богатых мудаков, правильно? Ничего не понял. Блин, ну не тормози, а? Короче, я говорю, какой-то там самолет надо сбить. Вообще зашибись, просто задание. Да, ё-моё, Вайн Вуд. Это Асан Андрес тоже такая надпись была. Ну ё-моё, ну что ты так тормозишь? Раньше не тормозило же. Ну, в прошлой из некоторых сериях тоже тормозило. Сейчас что-то вообще все время тормозит. Да ё-моё. Бесит вообще. Тормоза эти. Просто капец, как бесит меня. И нечего просто сказать. Но всё равно. Это опять, конечно, оптимизировано хорошо. Поедем вот так вот от первого лица. Будет прикольно. Садитесь в фургон. Так, я вижу фургон с пушкой. Ты рядом? Недалеко. Сбей самолет. И я буду готов. А, да, это офигенный фургон. Как у Франклина. Вроде. Эта штука стреляет. Тревор, если бы ты видел эту пушку, то понял бы, что с Мартином Мадрасо шутки плохие. Чем толще пушка, тем простее её хозяин. Сбей наконец-то будет самолётом. Стреляйте по двигателю самолёта. Самолёта я пока не вижу. Так, вот он. О, попал один раз. Есть. Птица на моторе. Самолёт падает. Давай, проследишь за ним. Следуйте за самолётом и заберите груз. Включили сначала автодиспетчеров. Где же я в курсе? Самолёт не летит вдоль дороги. Придется ездить к этим дурацким холмам. Сейчас будет прыжок. Оуу, ес. Та борт у нас взорвался двигатель номер два. Сколько человек на борту? На первом лице вообще игра в кем-другу. Тут тополь для экстримеров. Где будем садиться? До полосы не дотянем никак. Придется сажать. Где придется надеяться на лучшее. Так, пилот старается изо всех сил на машину тянет вниз. Следи за ним. Как у тебя дела, следишь за ним? Да, он пролетел, аэродром из земли будет очень сложный. Где будете садиться до аэродрома? Дотянете? Не, не могу повернуть, прыгать, где-то в поле сажать. Не могу объехать поезд, будем прыгать. Играрный кем-другу для полосы точно не дотянем. Вручное управление осталось. Вытяните перекрылки. Не лагайте, пожалуйста. Мы в Сэнди Шорс сходим. Рон, надеюсь, ты работаешь. Ой, как хуй. Парень нападет в любую минуту. Отлично, надеюсь, он никого-нибудь не раздалит. Тут только метамфетамины выращивают. Да, страна Тревор Филлипс. Как же я по ней соскучился. Ты бы как-нибудь заехал бы, что ли? Знаешь, я все-таки пас. Быстро теряем высоту. Придется сажать на землю. Помоги нам. Доложить обстановку. Можешь посидеть. Они зарылись в грязь. Да будь Файла, если кузан выжжал, то прибей его. Без вопросов, но за такую поездку мы должны заплатить. Ничего, я с оплатой разберусь. А, пистолет. Есть пистоль только у Майкла. Жалко. Ти, как все прошло? Да, все прекрасно. Просто прекрасно. Файлы у меня. Отвезу их в Мадрас и объясню, во что обошлась эта операция. Ладно, не кипятись. Послушай меня. Поговорим позже. Просто пока отвези эти файлы и все. Я избавлюсь от винтовки. А потом поговорим. Покиньте зону. Отлично. На офигенном фургоне поедем. О, офигенная подсветка. Красивая вообще реально подсветка в машине. Уничтожьте фургон. Блин, жалко уничтожать такую тачку. Жалко. Еще раз жалко. Но придется. Что поделать? Что у нас имеется? Ой. Сейчас разольем бензинчика. И выстрелим прямо в этот. Бежим, 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 бежим. Посмотрим на эту красоту. Доберитесь до дома Мартина. Ой-ой-ой. Нифига. Я поехал. Тьфу ты. Все. Надо опять такси вызывать походу. Ой-ой-ой. Да тут разгорит сейчас все. А, Тревор звонит. Что? Планы изменились. Но раньше тебе приезжать не нужно. Встретимся с Сороцеметворкс. Чуть-чуть дальше до Сонора Роу. Тревор, что там делаешь? Тоже, чтобы ты делал на моем месте. Тревор! 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 Что-то мне не верится, что ты что-то нормальное делаешь. Мне нужно такси, как можно быстрее. Ооо, свободных машин нет. Извините нас. Да, конечно. А это что вам, не свободная машина? О, блин. Где же он, а? Что за фигня? Почему у тебя такая тачка? Этот кусок говна? Не удивительно, что его люди-то предают. Что происходит? Мой козел. Я его не понимаю, Майк. Зачем ты имеешь дело такими людьми? Да, Тревор, отвечай на вопрос. Да, я просил оплатить его за честную проделанную работу. И он слегка вскипел. И я тоже не сдержался. Ты что, убил его? Да. Ты думаешь, я животное? Нет, я не убил его. Но я похитил его жену. Оу, нет. Ты что наделал, а? О, я тебе только что сказал, что я наделал. Но... К сожалению, нам придется залезть на дно. Ну, понимаешь. Пока мы не обсудим ситуацию с Мартином. Думаешь? Лезь назад. Ладно? Патриция уже заняла передние сиденья. Знаю одно прелестное местечко, где мы зависим. Оно такое тихое, мирное. Ну, ты в курсе. Домик в лесу. Придется, похоже, уехать из города. В противном случае Мартин Мандраса. Сделать с нами кое-что-нибудь нехорошее. Ну, в чем дело? Иди сюда. Ну, что ж, друзья. На этом заканчивается второй сезон. Всем спасибо, что вы его смотрели. С вас лайкос... Ой, это... С вас лайкос подписываться. С меня эпичные видосы. Опять уже... Подписывайтесь на мои запасные каналы и группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok